В Самарском центре дополнительного образования «Крылатый» проводится капитальный ремонт крыши, который жизненно необходим учреждению. Учебный год закончился в мае, а в июне на базе центра работал лагерь дневного пребывания. Поэтому к ремонтным работам приступили в июле. Но нашлись те, кто оказался против обновления кровли. Самарские зоозащитники потребовали прекращения работ до 15 августа. По их словам, под крышей гнездятся стрижи, и ремонт может навредить их популяции. При этом сотрудники центра говорят, что перед началом работ крышу осматривали специалисты. Признаков гнездования стрижей не обнаружили. После обращения активистов была произведена повторная проверка. Баланс между сохранением животного мира и проведением ремонтных работ в срок. Выезжали специалисты на объект, осматривали помещение, и признаков присутствия стрижей, гнезд стрижей не было обнаружено. На сегодняшний день в Крылатом занимается 3000 детей и работает детский сад. Для того, чтобы обеспечить благополучие и безопасность воспитанников, необходимо закончить ремонт крыши за лето. Родители детей, обучающихся в центре, поддерживают руководство учреждения. Директор показал фотографию, на которой видно, что никаких гнезд на крыше нет. Соответственно, мы спасаем птенцов, которых нет. Я верю Крылатому. Что касается выпавших птенцов, да, такое случается. Это естественный отбор. В соседних домах тоже падают птенцы, но активистов они не волнуют. Представители центра утверждают, что стрижи не живут под крышей учреждения, а запланированные работы необходимо провести в срок.